Творчество Дангага Аканчика является ярким отражением искусства деревянной скульптуры Тувы, середины и второй половины 20 века. В фондах Национального музея Республики находится уникальная коллекция традиционных музыкальных инструментов, изготовленных мастером Аканчика. Это пять игилов, один базанчи и два чадагана. Также фонд декоративно-прикладное искусство располагает более 20 скульптурными произведениями мастера, вырезанными из дерева. Все эти предметы выставлены в экспозиции до конца августа. «Рассчитываем именно на этот промежуток времени, на наших гостей, как из районов, так и из других регионов России, в том числе и за рубежа». Родившись в местечко Лазинбажи, недалеко от поселка Кокчура, Лухемского Кожуна, Дангага Аканчик получил образование в хуре. Самобытный мастер учился фундаментальным азам резьбы у предков полиняться. Талантливый речик, художник, играл на национальных инструментах, сочинял стихи, даже в свое время был известным хурешистом. Стиль работы мастера уникален. Отличается рельефной резьбой, яркой краской росписи. На работах изображены флаги союзных республик Советского Союза, изображения в виде серпа и молота, словом, элементами, отражающими и тувинскую специфику, и расцвет советского изобразительного искусства. Так как он вырезал головы лошадей на навершиях, музыкальных инструментах, так и не делали мастера ни до, ни после. Поэтому это, опять же, можно сказать, его характерное отличие. Он оставлял свой автограф, если угодно. Даже теперь для нас, для музейных сотрудников особенно, это очень удобно. Он обозначал свое имя или только инициалы, и даже вырезал год, когда это было изготовлено. Также в рамках открытия выставки состоится открытие симпозиума по деревянной резьбе с участием профессиональных мастеров и молодых специалистов. Рабочей площадкой для симпозиума была выбрана площадка Центра традиционной тувинской культуры и ремесел. Рез Мангуш, Бояна Юн, Великий Кулар, Новый Век.